Знаете, у каждого из нас, у каждого из верующих людей, и неверующих в принципе тоже, у каждого из людей, есть какие-то свои ценности, свои ценные вещи. У кого-то что-то на первом месте, что-то не на первом месте. Но я сегодня хотел бы поговорить про то, что должно быть на первом месте. И вот если так посмотреть на людей и, знаете, поразмышлять, поразмышлять над тем, что у самого себя на сердце, то у кого-то на первом месте это финансы, деньги, у кого-то на первом месте это дети, у кого-то на первом месте это бизнес, возможно, у кого-то на первом месте это репутация, положение в обществе, у кого-то на первом месте это всегда здоровье, возможно, потому что этот человек пережил какую-то болезнь. У другого же на первом месте это внешняя красота, красота лица, красота фигуры. У кого-то на первом месте это его характер, что вот он вот такой вот, и вы вот должны вот так вот принимать этого человека. И сегодня многие верующие люди, они чего-то хотят от Бога. Они приходят в молитве и говорят, Боже, мы так хотим, чтобы проявлялись чудеса в церкви. Боже, мы так хотим, чтобы сегодня ты как-то действовал. Мы хотим участвовать во всех служениях, которые нам поручают, или мы хотим там взять еще какое-то экстраслужение. Мы так хотим, чтобы ты, Боже, действовал в наших семьях. Но вы знаете, хочу сказать такую, возможно, страшную, или, возможно, обидную, или неприятную вещь. Но у многих церквях и у многих христиан Бог, он давно не на первом месте. Вы знаете, меня так учили, что на первом месте должен быть Бог. На втором месте должна быть семья. На третьем месте должно быть служение. А потом все остальное. Ну, так меня учили. И сегодня христиане, они готовы на все. Они готовы на многое. Они готовы петь песни. Они готовы выходить сюда на проповедь. Но вот есть какие-то, знаете, преграды, ради которых они не готовы поступиться. Они не готовы подвинуть вот этот пункт своей жизни для того, чтобы Бог стал главнее этого пункта. И если сегодня видному бизнесмену предложить, смотри, если ты сегодня оставишь весь свой бизнес, все свои финансы ты отдашь и пойдешь, я не знаю, на какую-то самую простую работу, но при этом ты вот будешь полностью-полностью весь в служении. Многие люди, они скажут, если вот придет такая, может, мысль, знаете, там, во время молитвы, и многие бизнесмены, я не знаю, я просто предполагаю, они скажут, какая-то мысль не от Бога. Ну, я ведь жертвую, но я ведь то делаю, но я ведь это делаю, финансы, вот они вот так вот, знаете. И кто-то может сказать, что... Это вот хороший пример про юношу, когда подошел он ко Христу и сказал, что я вот это и вот это и вот это исполнил. И Христос ему ответил, хорошо ты сделал, что так исполнил, но вот раздай свое имение и следуй за мной. И ушел юноша, опечалившись. И вы знаете, кто-то поет песни «Возьми меня, вот я, вот я пред тобой, все тебе отдам». Мы поем, знаете, песни «Все тебе отдаю». Наверное, некоторые подумали, что речь сейчас идет только о людях, у которых есть финансы. Но это я говорю не только о людях, у которых есть финансы. Я говорю о всех. И... Вы знаете, если вспомнить Петра, вот так вот, когда ему сказали «О, и ты же был тоже с ним, со Христом». Он сказал «Нет, я не был». Потом другой человек сказал «Ой, ты же тоже, я слышу твою речь, ты тоже был, ходил с ним». Да я, говорит, не знаю этого человека. Ради какого-то десятка людей, ради того, чтобы не потерять репутацию у этих десятка людей, он готов был поставить Христа на какое-то второе место. Поднять свою репутацию на первое место. И сегодня речь уже даже не про финансы. Сегодня вот если вам задать вопрос, если у вас есть дети, если у вас есть родители, если у вас есть любимый человек, вот если Бог придет и заберет, останемся ли мы с Богом? Или если Бог придет и заберет, я не знаю, там, машины, если Бог заберет там какие-то дома, что-то случится, знаете, в стране, не разойдемся ли мы, как те ученики, которые разошлись, разошлись, а потом Христос поворачивается к своим двенадцати ученикам и говорит, может и вы тоже хотите уйти? Что у нас сегодня на первом месте? Готовы ли мы своей ценностью, которая у нас на первом месте, готовы ли мы ее променять на Христа или нет? И я сегодня не, знаете, не говорю о том, что, знаете, что нам всем нужно срочно оставить все свои финансы и пойти за Христом. Нет. Наоборот, финансы это очень хороший инструмент для труда Божьего. Это один из самых мощных инструментов в Америке, потому что, как мы сегодня ехали с отцом, мы общались, и он говорит, за все отвечает серебро, а в Америке это чувствуется очень сильно, и это очень хороший инструмент. Но если серебра не будет, продолжим ли мы следовать за Христом? Или мы скажем, чего ты, Боже, меня оставил? Или мы боимся потерять, как Петр потерял авторитет, боимся потерять, может, какое-то уважение в глазах других? Я сейчас не говорю про тех людей, которые хорошо говорят на английском, я сейчас говорю за наших приезжих, которые приехали сюда недавно, и вот ложится, знаете, идешь по улице, видишь какого-то человека ложится вот так вот, или там в магазине, так вот сказать, скажи этому человеку, что я его люблю. Как будто, знаете, от Бога такая мысль, нет, Господи, я, как тот говорил, Моисей, по-моему, он говорил, я косноязычен, я не могу сказать, я не знаю, как сказать, я боюсь, я не знаю английский, я не буду говорить, мы боимся потерять сегодня свое красивое лицо, кто-то боится потерять свободу, он говорит, если я буду говорить сегодня в церкви, здесь, за кафедрой, если я буду здесь говорить, что мальчик не может быть девочкой, и девочка не может быть мальчиком, я боюсь потерять свободу, меня могут посадить в тюрьму, на первом месте значит свобода, вы знаете, это сложно, я говорю, ну, как такие тяжелые вещи, но, но ведь это правда, в первую очередь, я, конечно же, проповедую, применяю это к себе, и что мы сегодня ответим Христу? Как пастырь проповедовал, я в интернете смотрел проповедь пару недель назад, была такая проповедь о том, что всегда, некоторые христиане, они всегда находят отговорки, по-моему, там, стою у двери и стучу, что-то, я уже не помню, и вот иногда не нужно искать отговорки, иногда мы, знаете, мы в очень неудобном положении, и мы думаем, что про нас подумают люди, что про нас подумает тот или тот другой человек, а что про нас подумает Бог в это время? Вы знаете, еще такая маленькая ремарочка в конце, моя мама, она вместе с отцом, они прошли разные времена, они прошли трудные времена, когда были уже, ну, такие не очень сильные, но такие притеснения, знаете, от людей, которые после Советского Союза, и она, знаете, как меня учила всегда, она говорила, она садила вот так вот нас детей, даже уже когда я был женат и взрослый, она все равно садила нас и говорила, что бы ни происходило в мире, даже если, говорит, нас посадят вместе и скажут, если я, то есть мне скажут, если ты сейчас не отречешься от Христа, мы пристрелим твою мать, и она нам говорит, не отрекайтесь, она нам говорит, не отрекайтесь, мы погибнем, но мы встретимся там, и я смотрю на таких людей, думаю, так вспоминал, знаете, так думаю, способны ли сегодня христиане на подобное? Я никого не призываю, знаете, к тому, чтобы мы там готовились, там были, там, такие, знаете, там, супер-супер-супер бойцы, но так или иначе идет духовная война и христиане, они сегодня дают слабину. вы знаете, когда Бог что-то забирает из жизни человека, может, забирает какого-то другого человека, может, забирает какой-то бизнес, забирает людей, забирает финансы, забирает, меняет какое-то положение дел в жизни, забирает тебя из одной страны, или наоборот, оставляет в той стране, готовы ли мы продолжать быть с Христом, несмотря на это все. Я хотел бы просто призвать к тому, чтобы каждый из нас, он пересмотрел, что у нас на первом месте. И вот, так вот, если задуматься, все ли мы готовы отдать ради того, чтобы обрести Христа. Я сегодня не призываю никого, ни к чему найти, чтобы там как тот юноша, пойди, раздай, не за это речь, речь за состояние сердца. Я хотел бы, чтобы мы сейчас стали и попросили у Христа, чтобы во-первых, он нас укрепил, во-вторых, чтобы он нам показал, что нам нужно, где нам нужно пересмотреть какие-то свои моменты. Давайте встанем на наши ноги, помолимся. неделе. Продолжение следует... ... ... Продолжение следует...